МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Увлекательный детектив, шпионский боевик и романтическая драма. Истории, взятые из жизни. Собственно, это и есть сама история. История Казахстана, неотделимая от мировой. Смотрите прямо сейчас. Наша версия. Reflections on History. Светлый путь Касымхана. Лавры Чингисхана во всем Туркестане и Харасане достанутся вам, повелитель, предсказывали Мухаммеду Шейбани, придворные астрономы. Но, многозначительно кивая на небосвод, восточные мудрецы оговаривались. К созданию величайшей державы могут помешать казахские султаны, особенно ваш брат Касым. «Приведите мне писаря», – потребовал Мухаммед. Светлоликий, подобный лучу солнца, наследник короны и престола Чингисхана, ибн хан Дэшт и Кепчака Касым. В письме завели речивым обращением, следовала, конечно, просьба. Потомки Чингисхана смогут вернуть былую славу, если, брат наш, ты выделишь шесть тысяч своих воинов. Наши казахские ханы, султаны, они шли навстречу и помогали этим шейбанидам, наштарханидам в борьбе за их власть. Касым не обманывался насчет намерений Мухаммеда. Двоеродный брат забудет о клятвах дружбы ради своей выгоды. Но худой мир всегда лучше доброй ссоры. К тому же пусть хан Шейбанидов растрясет воинский пыл подальше от родных степей. Всегда видеть на шаг вперед. Нелегкий, но светлый путь Касым-хана. Сильные личности обычно формировались в условиях кочевых племен, где не было ограничений таких, где люди были внутренне свободны, о Касым-хане очень много сведений. В общем-то там пишется, что чуть ли не миллион казахов тогда уже было вокруг него собралось. За короткий период он смог расширить территорию Казахстана до тех пределов, почти которые мы на сегодняшний день имеем. Глава первая. Клятвы и обещания. Олицетворение бога войны еще со времен скифов. У казахов меч считался хранилищем души батыра и наделялся особыми, священными свойствами. Для того, чтобы хорошо владеть мечом, надо было и обладать надежной силой. Ну, во-первых, всегда побеждал тот, кто знал технику боя. Это обязательно. Даже маленький нож, он становился эффективным оружием только после хорошей выучки. Касым-хан мечом владел отменно, полководцем был успешным, но его обвиняли в излишней миролюбивости. Сын Женибека, одного из основателей казахского ханства, просто считал, что завоеванное мечом удерживать нужно не только силой оружия. Касым скачил, встал перед матерью на одно колено, вынул из ножен меч, приложился к нему лбом и поцеловал острие. «Клянусь тебе, мать!» – закричал он. «Клянусь тебе, мой меч! Не вынимать тебя первым из ножен против братьев моих, Мухаммеда Шейбани и султан Махмуда!» Жестокий век, жестокие сердца. Обоюдоострая клятва. Родные сестры Жахан и Акказы заставили сыновей принести ее в надежде, что вражда между их мужьями, Абулхаиром и Женибеком, не коснется детей, Мухаммеда и Касыма. Романтически-драматическая версия Ильяса Ессенберлина или реальное событие. Косвенно версию писателя подтверждает сама история. Будущий собиратель казахских земель действительно не раз спасал братьев от смерти. Сама клятва не найдена ни в одной средневековой рукописи. Сколько их еще не поведало своих тайн? Нам совершенно неизвестны индийские источники, которые имеют отношение к этим событиям. Все время почему-то считают, что Индия находилась далеко. Хотя взаимодействие с Индией, со странами, так сказать, с тем же Афганистаном, Персией, в принципе, это было нормальным явлением. К примеру, письмо от Мухаммеда Касыму с просьбой о военной помощи отражено в Тарихи Сафавие. Персидский сборник расшифрован не так давно, и многие из его страниц посвящены истории казахского ханства, и Касыму в частности. Касым, представитель казахского ханства, является третьим сыном хана Женебека, основателя казахской государственности Кирея Женебек. И вот при своем брате Бурундуке он долгое время служил султаном. О Бурундук-хане, сыне Кирея, данных немного. Зато Касым упоминается даже современниками. Известный султан, славный бахадур и предводитель конницы. И это в книге Шайбани Наме. Восхваляющий подвиги его вечных соперников. Мухаммад Шайбани Хану было очень много посвящено источникам. И вот Фатх Наме, Зафар Наме, Езди, в общем, их очень много, этих источников, где упоминается. И наряду упоминаний об этом хане очень много сведений по истории казахского ханства. Согласно этим источникам, авторитет султана Касыма был выше, чем у самого Бурундук-хана. Недальновидный вояка. Он могущество государства ставил в зависимость от завоевания территорий соседних ханств. Всю жизнь не слезал Бурундук-хан с коня и требовал того же от всех, забывая, что людям нужно пасти скот, содержать семьи, отдыхать, радоваться. При Бурундуке казахи все время несли поражение в борьбе с узбеками. Это был такой тяжелый период достаточно. И в ходе этих столкновений, которые происходили на нынешней Свердарье, в основном в районе этого, как бы была потеря территории, потеря людей. То есть такая политическая период очень серьезной нестабильности. Касым будущего в непрерывных войнах не видел. Считал, что они ведут к вырождению. А защитой границ и завоеваниями новых территорий должна заниматься регулярная армия. Но свергнуть Бурундук-хана со степного трона он даже не пытался. Сам стоял за единовластью. Глава вторая. Между миром и войной. Показатель социального статуса. Кожа, серебро, камни, орнамент. Чаще всего наполненный сакральным смыслом. А еще пояс служил креплением для многочисленного оружия. Здесь вот висели кинжалы, сабли. Застежка очень примитивная. Вот пояс висит, все зависело от талии. Вот, например, я вот зацепил крючком. Эта часть могла просто висеть у меня на поясе. Говорят, он был стройный с муглолицей, с красивыми миндалевидными глазами. С 15 лет Касым побеждал в состязаниях народных борцов и конных скачках. Одеваясь, свой дамасский кинжал, обычно висевший поверх бешмета на поясе, Касым подвязал под бешмет. Убедившись, что кинжал не торчит из-под одежды, он направился к хану. Бурундук-хан протянул руку. Настоящие батыры лишь крепче дружат после стычки. Что же посоветуешь, мой султан? Воевать или заключить мир с Мухаммедом Шейбани? Битва за трон Дэшты Кипчака между шейбанидами и казахским ханством длилась долгое время. Победы и поражения выпадали на долю обеих враждующих сторон. И решение Бурундук-хана жить в мире, по мнению Касыма, слишком запоздало. Бесконечная война, которая продолжалась почти 20 лет в конце 15 века, она привела к тому, что тимуриды приглашали на службу к себе различных наемников. Среди наемников оказался Мухаммед Шейбани. В короткий срок Мухаммед Шейбани, двоюродный брат Касыма, прочно обосновался в Средней Азии. Завоевал антижан харизм, подчинил Ташкент и снова стал поглядывать на казахские земли. Не помогали даже династические браки. Едва отгремели свадебные тои, в степи слышен звон оружия. Зима 1510 года. Очередной, четвертый, крупный поход. Войска брата напали на улуз Касыма и потерпели сокрушительное поражение. В начале 16 века Касым-хан, потомки Кириж-Жемейка, они, эти кочевы узбек Шейбани, вытеслили Касыма, они ушли на юг. Имя султана Касыма гремело по всей степи, что, конечно, не нравилось хану. Власть его уже была настолько велика, что никто не думал об Урундук-хане. Но Касым не хотел находиться поблизости, потому что быть вблизи и не соблюдать должного уважения означало бы возражать хану. А повиноваться ему душа не лежала, поэтому он старался держаться подальше. Подобную кольчугу могли позволить себе только знатные люди. Ее передавали из поколения в поколение. Такая технология в древности называлась «посадить на гвоздь». Концы каждого кольца скреплялись отдельной заклепкой. Для особой прочности иногда применяли двойные кольца. Что касается вот этих доспехов степных, это полная свобода действий. То есть воин не обременен. Нет на нем тяжелых рычагов, которыми скреплялись, и звенья, которыми скреплялись тяжелые латы стальные. Сам Касым считал лучшие доспехи, защита воина, его способность видеть дальше соперников. Ведь даже в самой прочной кольчуге есть уязвимые места. Бурундук-хан встретил султана Касыма на краю своего аула. Хан сидел, подобный гранитной глыбе, на гигантском вороном жеребце. А позади на конях четверо ханских сыновей, похожих на балбалы вокруг каменного идола. Все они были с ног до головы закованы в броню. Литые латы закрывали им грудь, руки и ноги обмотаны кольчугой. Не гибели боялся Бурундук-хан. Всю жизнь провел он в сражениях и боях, а сейчас проиграл. По одной из легенд хан напал на собственные аулы, которые заняли его кочевку. Стал роптать народ, и Бурундук сам принял решение покинуть навсегда родную землю. Так было или нет, история рукописная умалчивает. Он был изгнан на степи в результате политических, внутриполитических сомнений. После этого политическая власть от семьи, хотя они были родственники, но тем не менее переходит окончательно к линии хана Джанибека. И потом все казахские ханы по следующим идут от линии хана Джанибека. На Белой Кашме подняли нового хана, Касыма. Он давно мог сместить Бурундук-хана, но пришел к власти честным путем. Сын Джанибека и клятву данную матери сдержал. Не от его руки погиб двоюродный брат. Иранский шах жестоко расправился с Шейбани-ханом. Из его черепа сделали пиршественный кубок. По некоторым данным, Касым даже пытался спасти Мухаммеда, но не удалось. Вот как говорили об этом историки. Его предсмертная чаша переливалась уже через край. Птица счастья улетела с его макушки. Острый кинжал его притупился, потеряв былую остроту. Сколько заставлял он пить из чаши смерти других, столько же и сам ответал. Эпилог. Заговоренный меч. Имя какого после Джучи-хана в степи еще никто не имел. Падишах Дэштыкипчака. Средневековые историки не скупятся на комплименты казахскому государю. Касым хан является продолжателем дела Кирея и Женебека, прежде всего, как основателей казахского ханства. Но я думаю, что он в целом является продолжателем дел чингизидов, и не случайно он вошел в историю как собиратель казахских земель. За короткое время Касым хану удалось взять под контроль огромные территории, создать свод законов, регулярную армию, установить дипломатические отношения со многими странами. Золотое время казахского ханства. Русские, персидские, иранские рукописи полны упоминаний о Касым хане и его государстве. Именно при нем впервые о казахах, как об отдельном этносе, пишут в Европе. Австрийский дипломат Сигизмунд фон Герберштейн. Герберштейн, который очень, знаете, в научном плане, конечно, он не совсем ученый, потому что название его очень витиевато. И вот там есть описания о казахах имеются. Нелегко складывался его путь. Снова были и победы, и поражения. Но междоусобиц и разлада внутри самого государства казахского не было. Расковырять щель в плотине под силу одному человеку. Вековой лес может поджечь даже слабосильный ребенок. А сколько понадобится людей, чтобы вернуть реку в русло или погасить пожар? Мы должны сохранить единство, словно заговоренный меч, мой народ. Так, по легендам, говорил хан. Трудно, очень трудно сражаться с таким мечом в руке. Будешь непрерывно бить по камню, даже он затупится. Не вынимай все время из вражьей крови, станет резать в ослеплении правых и виновных. Да, не всякому дано пользоваться этим мечом. Но тот, кто им владеет честно, выстоит против любого врага. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова